Друзья, многие из вас просили снять видеоролик, который будет посвящен открытию робототехнического клуба. И, собственно, как это сделать, какие наборы рекомендуют. На самом деле, большинство как раз-таки вопросов касается тех наборов, которыми оснастить. И, собственно, начать вести свое первое дело, получая удовольствие от образования детей, а с другой стороны, реализуя себя и зарабатывая какие-то деньги. Вопрос именно в каких-то деньгах, потому что нельзя просто так взять любой набор и пойти преподавать. Почему? А вот досмотрите видео до конца и поймете. Я бывший владелец робототехнического клуба. Он отработал три года. Мы за это время обучили более 250 детей. Это постоянные наши посетители. И закрылись мы по одной простой причине, что вы все помните, когда наступил ковид. Собственно, деятельность мы тогда немножко приостановили. От арендованных площадей вынуждены были, опять же, с экономической точки зрения отказаться. Но нас очень просили возобновить преподавание. Это о чем говорит? О том, что, собственно, наш клуб пользовался успехом. И родители, целевая аудитория это все устраивала. Родители и детей, конечно же. Но нас не устраивала как раз-таки непонятная ситуация впереди. Во-вторых, мы решили сменить вид деятельности. А здесь все-таки проведение занятий в нормальном робототехническом клубе отнимает очень много времени. Это трудозатратно. И иногда математика начинает не сходиться, если я могу где-то заработать больше. Как педагог я уже считаю, что я реализовался. Вот как бизнесмен хочу чуть-чуть больше. Поэтому я ушел немножко в сторону. Все. Но опыт большой у меня до сих пор есть. И сейчас я хочу поделиться. Логически разделим на три части наше видео. Первое. Это законодательство. Каждый ли может открыть робототехнический клуб? Что для этого надо? С точки зрения, опять же, юридического права. И, собственно, как начать вот эти первые шаги. Второе. Это приобретение робототехнических наборов и прочего. И третье. Это работа по франшизе. Я буду вам рассказывать про вторую часть. Про то, что вы просили. Если у вас все-таки возникнут вопросы про первую и третью части, я уже понимаю, что вы действительно хотите что-то открыть, а не просто так морочите мне голову. Поняли сарказм? Если так, то пишем в комментариях, и мы снимаем еще две части. Без этого смысла свое тратить время я не вижу. А вы и смотреть его тогда не будете. Погнали к наборам. Наборы у нас могут быть следующие. Если бы я организовал клуб, я сделал бы точно так же, как и в прошлый раз. Я бы просто взял наборы от Lego Education. В зависимости от того, сколько денег у меня есть, я бы взял либо современные наборы, либо несовременные. Вот здесь сейчас вы видите перечень этих наборов. Наборов современные – это те, что сейчас актуально продаются в Европе. Несовременные – те, что были сняты с производства. Соответственно, у нас с вами здесь вилка-то такая. Мало ли того, что они дешевле из-за того, что их сняли с производства, но они по какой-то причине остались на прилавках. По какой причине? Потому что большие объемы закупаются под торги. Вы знаете. И сейчас эти остатки распродаются. И вторая причина – у этих наборов появилась куча копий. Качество копий везде разное. Но разница в цене между оригиналом, снятым с производством, и копией этого оригинала такова, что вы можете 5 копий купить, и уж точно вы в одну попадете точно, что она у вас будет работать хорошо. Так что оригиналы я уж точно не посоветую покупать. Хотя, опять же, решайте сами, кошелек у вас свой. А вот с копиями давайте пробуем связаться. Тем более, что это первые шаги, раз вы смотрите это видео. Итак, почему Lego Education? Не другие наборы. Потому что это старт. А распаковав коробку Lego Education, вы сразу получаете наборы. Если вы берете в виду, вы получаете от 12 наборов. И где программа расписана до минуты, каждую минуту, что вы делаете? Просто открыв коробку, вы сразу можете заниматься. Поверьте мне, первый раз, когда я открыл его третье, у меня через 2 часа было занятие в летнем робототехническом лагере. И вместе с детьми во время распаковки наборов я изучал каждый элемент. Просто дети не знали, что я эти наборы вижу первый раз. Для них это было все шоу, все интересное. Покупая Lego Education, вы платите не за элементы. Вы платите за программу, которую они предоставляют. Если вы знаете систему 4С, вам вообще легко залетит это все. Главное, детей преподавать четко по этой системе. Не вилять здесь 4С, а здесь я обойдусь. Всегда преподавать одинаково. Это показывает ваш профессионализм, ваш уровень, даже если вы этот набор видите первый раз. Просто там все так классно прописано. Ведь Lego не зря ест свой хлеб. Погнали дальше. Если не Lego, то что? Ну, конечно же. Благодаря прошлому году все скажут, а что ж ты свои бодзисы не рекламируешь? Да рекламирую я свои бодзисы, не переживайте. Берем бодзис и уменьшаем возраст аудитории до 4 лет. Это комфорт. Можете и в 3 взять. Но тогда вам нужен педагог немножко другой, который прямо хорошо умеет ладить с детьми. Тогда группу мы немножко подразмазываем. В зависимости от того, какой размер у этой группы. А напоминаю, что 8 человек как раз таки. Это то количество, которое кайфовое, удобное. И с которым хорошо заниматься. Это 4 пары. И, собственно, тогда у вас будет меньше детей. А спросите, какое количество детей? А я вот не знаю, какой у вас педагог. Сколько вот он скажет, столько и будет. Но не больше 10. Уж точно. Далее. Бодзис нам закроет первую часть. Допустим, с 4 до 6 лет. Тут же мы с вами параллельно можем спокойненько учить первые механизмы. Первые механизмы у нас с вами идут в 5 лет. Мы изучаем передаточные числа и прочее. Наборы совершенно недорогие, но у нас есть занятия. И там тоже их 12 штук. Далее мы переходим плавно на виду. Ради бога, не покупайте виду первого поколения. Если их вам никто не подарил, если они с неба не упали, как божья милость, не надо это брать. Это совсем старые технологии. Несмотря на то, что это тоже Lego Education. Если на халяву достались, нормально. Поэтому мы берем то, что нам по карману. По карману видушка. Заплатили плюс-минус там 5-10 тысяч рублей вот в эту вилку хороших копий класса А+. И занимаемся по программе, которую предоставили. Не надо пока в интернете ничего искать дополнительно. Только то, что есть в книге учителя. Пробежались. У нас с вами появилась база по сам алгоритмике через BODZIS. Дальше у нас появилась база с вами по механике через BODZIS и первые механизмы. Далее мы привыкаем к интерфейсу программирования в среде Lego. Привыкли. И далее мы идем на следующую возрастную группу. 10-12 лет. То есть до 10 вы можете плюс-минус сидеть на видушках. Далее мы открываем коробку Иво-3. И вот здесь, друзья мои, от 26 занятий вы можете заниматься. Как инженерными проектами, так и по классике. Как готовить детей к соревнованиям, так и к прочим. И все еще на Lego. И все еще вы ни копейки не заплатили за какие-то там левые методики. Вы все работаете из коробки. Какие у вас занятия? Занятия, скорее всего, у вас будут. Это с паркой из двух сорока пяти минуток. Соответственно, это как раз-таки хватит, чтобы собрать одну конкретную модель. Когда откроете комплект из Иво-3, здесь у вас будет вилка, как вы будете заниматься. Можете быстренько пробежаться по книгам учителя. То есть прямо так, как говорит Lego. Мы в своей практике делали следующее. Поскольку мы знаем, что наиболее эффективно в России у нас вот такой опыт. Преподавать через то, когда мы сперва просто детей приучаем к тому, что у них с размерности дупла шестеренки поменялись. То есть, несмотря на то, что на видушках мы их видели. Но здесь у нас появляются элементы техник. Пару занятий мы ведем про механику, параллельно знакомя просто с основным блоком, с названием датчиков и прочим. Потом мы начинаем реально заниматься. Мы создаем базовую платформу, все ее знают, как она выглядит. И присоединяя к ней по очереди каждый датчик, показываем, какими новыми функциями обладает этот робот. Далее берем, допустим, полик и гильеринки и начинаем выталкивать банки с датчиком, без датчика, с двумя датчиками, с датчиком касания и прочего. Вот чередуя. Параллельно, чтобы дети постоянно ходили в стонусе, можем чередовать какими-нибудь собранными. Одно занятие провели на изучении датчика, второе занятие собрали какую-нибудь конструкцию, которая есть. Параллельно, когда возникают вопросы по системе 4С, они хочешь не хочешь возникнут, мы на них отвечаем. Дети усваивают этот материал, плюс тот, который вы давали на предыдущем занятии. У них тут все схлапывается в процессе сконструирования готовой модели. Часть они усваивают намного лучше, нежели бы они не имели, части, когда вы про каждую датчу конкретно проговорили. Классно, залетает пушка. Важно что? Важно давать обратную связь по каждому ребенку. Зашли родители, в конце занятия, заплатив там, не знаю сколько денег, рублей, допустим, 1350, вот такая цена у вас должна быть. Вы им говорите, вы знаете, Ванечка сегодня красавчик, собрал такую-то модель. Вот фотография, собранная модель, вот у нас запрещенная сеть, и там все это выложено. А вот ВК-видео, и там он прямо визжит, пищит и говорит, какие родители молодцы, что заплатили эти деньги, сами отдохнули, а я получил море пользы. Кайф? Вполне себе. А если вы, друзья, скажете, задолбал ты с Лего, не хотим мы, задолбал ты с Бодзи, мы хотим там что-нибудь другое, ну тогда давайте считать. Берете что-нибудь другое, допустим, то, что говорят, мы производим в России, приобретите у нас все русские. Это будет что-то очень похоже на Ардуино-подобные робототехнические наборы, с кучей проводов или каких-нибудь непонятных коннекторов, которые сегодня здесь, завтра нет. Он у нас Лего снимает с производства, он никак не пропадет. А эти пацаны, сколько у нас уже опыта было сегодня, они воодушевленные, у них там пар из мозгов, покупайте наборы, мы лучше, мы всех порвем. А через неделю они слились. А у вас эти наборы, и что вы с ними сделаете? Как вот мы приобретали робо-ундеркинда одно время, заплатили там более 80 тысяч рублей, сейчас они поменяли полностью интерфейсы, ничего не работает. То есть 80 косарей валяется, я даже пользоваться старым функционалом не могу, потому что у меня не подключается планшет к нему. Понимаете в чем суть? Вы можете вложиться в непонятное решение и остаться просто с голой задницей на углях. Что будете делать? Страдать и плакать. Жалеть вас никто не будет. Поэтому очень важно приобретать решение, которому вы доверяете. Если вы реальный педагог с колоссальным опытом, вряд ли вы смотрите это видео. И вряд ли вы будете спрашивать, что мне приобрести. Очень красиво, конечно, я понимаю, когда у вас на столах есть паяльники, когда у вас тут конденсаторы, резисторы, эти платы печатные, вы что-то соединяете, куда-то все полетело, поехало. Но так это можно сделать либо в рамках мастер-классов, либо в рамках творческих проектов. На постоянку это очень долго. Вы представьте, сколько времени вы будете паять. У вас всего два раза по 45 минут, плюс у вас пауза, чтобы дети немножко отдохнули, побегали. Иначе у вас не класс, а обычная школа какая-то. Если вы хотите заниматься именно микросхемами, чтобы у вас было красиво, технологично, и вы, заходя в класс робототехники, на фотках говорили, да что тут происходит? Мама, это что тут? Интел собирают? Берете конструктора от MakeBlock, есть такая контора китайская, опять же от нашего постоянного партнера, компании Digis. Почему их? Потому что те же микросхемы, но все собирается на коннекторы. Роботы, проверенные годами. Хотите изучать программирование, изучайте программирование на готовой базе. Хотите изучать конструирование, собирайте этих роботов, манипуляторов, большое количество всего, и будете вообще кайфовать, потому что оно оказывается, на винтике все собирается, в нужное место закручивается, по какой-то простой схеме, и все в конце полетело. И классно подсоединяется без костылей к вашему ноутбуку. Здорово, да вы въезжать будете от этого. И все еще это все без пластика, все технологично, на железных элементах, и робот выглядит как какой-то киборг из будущего. А хотите, изучайте, допустим, распознавание лица, потому что в MakeBlock никаких датчиков только нет. Хотите изучать интернет вещей, пожалуйста, вперед из песни, потому что и это там есть, и все еще вам дают программы. Почему я топлю за программы? Возьми конструктор и собираю, я же такой креативный. Но на три занятия вас хватит, а когда вы уйдете в операционку, будете там считать одно с другим, вот, работать с людьми, вы скажете, что времени-то все меньше, детей все больше, и как это все победить-то? Вы берете готовую программу, вы ее наконец-то оцените. Где у вас написано от простого к сложному? Первое занятие второе. Второе включает часть первого занятия в себя, чтобы закрепить знания, и хоп, пошли. И так по усложнению мы в конце какими-то гениями становимся, при этом палец-палец мы не ударили, мы просто заплатили деньги в нужную кассу, и у нас ничего не ломается. А если ломается, мы знаем, что мы это купим, это важно. Об этом мало кто думает. А вот когда приобретаются какие-то наборы, там, с Алиэкспресс, которые вот только появились, сейчас я куплю и стану Илоном Маском или первопроходцем Колумбом в робототехнике образовательной, ну, вот какой такой процент? Ну, наверное, процента два есть. Хотите вы свои деньги в два процента вкладывать? Вперед из песни. Лучше отправьте мне. Кстати, внизу находится ссылочка для пополнения нашего кошелька. Вперед. Такие дела. Поэтому, друзья, если вы новичок, обратите внимание на Лего. Если вы хотите с большим, со старшим возрастом работать, допустим, со студентами, допустим, вы хотите открыть первую студию в России, которая занимается проведением корпоративов взрослых, но с конструкторами, обратите внимание на м-ботов от MakeBlock. Вы их оцените. Это очень крутое решение, которое реально полезно и взрослым, и детям. Программирование осуществляется как в Scratch, так и в Python, все современные системы. Да, я же про это не проговорил, что что Лего, что MakeBlock поддерживают разные системы программирования. Соответственно, вы прогрессируете вместе с набором. Сейчас вы программировали в графической среде, потом переходите в текстовую. А робот тот же самый. Соответственно, вся информация, которая у вас была по конструированию, она осталась, вам ничего пересобирать не надо. Вы немножко просто смотрите разницу в коде и сами себя учите. А если у вас хороший педагог, он вам накидает таких интересных задач и с такими способами, что у вас это усвоится на ура. И никакие гикбрейнсы вам даром не нужны. И, друзья, в этом выпуске я постарался вам рассказать максимально про то, как организуется клуб, какие наборы используются. И целью было-то вообще рассказать, что вам нужно просто в голове себе уместить информацию и с собой договориться, что ты хочешь от этого. Ты хочешь чужие наборы какие-то приобретать и продвигать. Или ты просто хочешь на лайте взять готовые наборы и кайфовать от того, что ты приносишь пользу людям и зарабатываешь при этом немножко себе на хлеб. А множко или немножко – это уж от твоих предпринимательских способностей. Я вам рассказал самый простой способ. Дальше. В описании к этому видео, его так берете, разворачиваете, я обязательно оставлю все наборы, про которые говорил. Почитайте больше, вы в них влюбитесь. Еще про мейкблоки я совсем не сказал, сейчас немножко вернусь. Есть международные соревнования по сей день. Всероссийские, а дальше международные. Значит, это что? Значит, эти ребята никуда не денутся. И соревнования проходят не просто, а ого-го как. Давайте тоже ссылочку вам кину вниз в описании. Мне лайкуются за это по-любому просто. Далее. Вопросы какие-то остались? А у тех, кто действительно что-то собирается открыть, они должны были остаться? Касаемо юридической точки зрения, как открыть, касаемо как работать с родителями, как с арендой работать. Пишите. Все расскажу. В одном или двух видео не знаю, в зависимости от того, насколько разные эти будут наборы. И самое простое, конечно же, это открытие клуба через франшизу. Но тут есть тоже пара нюансов, которых следовало бы знать. Спрашивайте, если хотите, чтобы я вам рассказал. Своим опытом я поделюсь. И опять же, это видео воспринимайте, как мой пережитый опыт условно-успешного бизнеса. Да, несмотря на то, что мы его закрыли, он приносил нам деньги. Можно сказать, что типа раз закрыли, было все плохо, от хорошего не уходишь. Ну, надо быть немножко другим складом ума. Вот я эмоционально, мне не нравится, я закрываю, иду в другую сторону. Вы, если тащите до последнего, вы другой человек. Поэтому, друзья, пишем комменты. Не зря же мы тут снимаем все это, монтируем. Все только для вас. Не подписался? Страдай. Покупай плохие наборы. Никогда не узнаешь, что же крутого происходит в нашем современном российском образовании. Такие дела. Пока. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok